ГОМЕЛЬ 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 Поэтому они в 1945 году победили. И сегодня это единение, эта дружба необходима. Необходима нам, необходима нашим детям. Потому что мы хотим жить в мире благополучии и чтобы в наших детей было будущее. Протягнулось и мероприемство у Червоногорской средней агульно-аддукационной школы номер один. Ветераны Гомельщины поделились с российскими школьниками своими фронтовыми успоминами. Миротворцы провели здесь мигуторку про важные захования миру, про сподтримание дружелюбных соведей со своими белорусскими одногодками. Новошенцы установы свою чергу ознайомили делегацию нашего региона с историей своей школы и Червоногорского района. Так само, они продемонстровали белорусским гостям деятельность Центра творчества, который размещается на базе установки-аддукации. Провели экскурсию по края знавшим музеям. Далее Чайон при школе працует полстагодия. Музей наличивает элизарную колькость уникальных экспонатов часов Великой Айчинной войны. Амуниция, сброя, исторические документы у знагороды – усе тое, что свечит про героичные подвиги доблестных земляков. Это не просто музей, это классы обучения нашего подрастающего поколения. Когда они здесь побудут, все это видят своими глазами, конечно, они будут следовать то, что им здесь показали, то, что им рассказали. Этот музей возьмем себе на сотрудничество с нашей 27-й школой и пусть наши дети Гомельские, Красногорские дружат. Дети – это лучшие послы мира. Если они сегодня поймут, что надо быть вместе, жить вместе, конечно, мир будет развиваться в другом направлении. Бадай, самой яскравой часткой совместного мероприемства стал урожисти концерт. Свою творчость запрошенным червоногорцам дарили белорусские артисты, чаширские коллективы мастацкой самодейности. На сцене ладилися вокальные, инструментальные и хореографические номеры. На щире аплодисменты россияне не скупились. А в якости подарунка со своего боку рушили делегации из Гомельщины рукотворное древожадание с головным посылом «Миру и Добрыни». Вероника Варашилина, Ялгин Макийнка, телерадоя компания «Гомель», поселок Червоная гора, Бранцкая в область, Российская Федерация. Документы об усталевании сябровских связей с китайскими городами Сюйджоу и Ленинган подписали керавники Мазырска, Гайжлобинска, Гарайвы-Канкамов. Нагадаем, визит делегации Гомельской области в Китайскую Народную Республику протягнется до конца этого тыдня. С метой поширения регионального супрациониста Гомельской области и провинции Цяньсу в городе Ленинган подписаны два погоднения об намерах. Первый – продугледжевая усталевание сябровских связей по Международным урадам Ленинган и Жлобинским райвы-Канкамам. Это открыт новые перспективы в таких сферах, как вытворчасть, обсталевание и харчовой продукции, металлургия, лесоперопрацовка, сельская господарка, международный гандаль и туризм. Другое погоднение по межаткрытым акционерным товарыствам Белнафтахим Шанхай Трейдинг и компании из города Ленинган дозволить поставлять на китайский рынок продукцию предприемства светлогорским волокном. Чекается, что первая партия вуглеводородных ниток будет накирована до конца бягучего года. А кроме того, дякучи подписанию договора с Тяньсунским педагогичным университетом и Сюйджоузским технологичным институтом, поширилось Международное супрацовничество Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны с ведущими в ИНУ Китая. Это дозволит значительно развить науковые пошуки, а также увеличить экспорт аддукационных послуг. Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки беседа начал гастрольный тур по Гомельской области. Первыми артистами витали Жихары Хойник, сегодня коллектив будут сустракать в Жлобине. За выступлениями назирают наши корреспонденты. 60 километров до Музыра, 100 до Гомеля и 330 до Минска. Полеськой глубинкой Хойники назвать Нельга, а до Буйных городов еще необходимо доехать. Правда, что тыжаться выступлений у ведомых беларуских выканалцев, то гэтеро и центр яны приезжают. И довольно часто. Тем больше, что глядачы тут удячные. Организаторы яши не поспели расклеить афиши об гастролях ансамбля беседа, а у кассах уже не засталося ни одного билета. Галина Гуща на концерт приехала звездки Борисовшина. Кажа, вельми уже хотелось послухать любимых артистов. Ну, решили пойти на концерт, потому что это наш любимый ансамбль беларусский. И решили поглядеть. Кожное выступление беседы ведомишься яркое и неполторное. Высокий выканавший узровень и индивидуальность кожного артиста никого не покидают обуяковым. Беседа – удельник международных фестивалей у Швеции, Португалии, Кореи, Австрии, Румынии. Али и от выступлений у невеликих беларусских залах коллектив николи не отмавляется. Ансамбль беседы выступает всегда одинаково. Будь это 2050, 500, 300, я не знаю, человек. И самое главное, что мы очень счастливы приезжать в города, в маленькие города, в глубинки, в деревни, где, может быть, даже еще и не было концертов никаких, потому что мы работаем с полной отдачей, с полными эмоциями. У составе заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки Беседа – два простойники Гомельской в области. Солисты Святлана Сусевшик и Валентин Кириленко. А позже, например, народился у вёсцы Гаули, Будокошелёвского района. Кажется, что на выступлениях часто сустракает земля, ко успевать перед якими. Додатковая отказность. Отказность великая перед своими земляками, чего ты досягнул на неком этапе своей творческой деятельности. И показываешь себе, на что ты сдольный. Дарыча на концерт у Хойники Валентин Кириленко приехал с сыном Романом. На сцену с коллективом хлопчик по коль выходить не можа, але вельми до этого рыхтуется. Люблю я спевать, играть на цимбалах, люблю я шатанчать вельми удала. Про нашу родиму зелёный наш гай, с батьками своими славляем наш край. Сегодня у Международный день смеху. У Гомеря отбудется незвычайный концерт камерного оркестра областной филармонии. У Белой гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича у коллективу представит свою новую инструментальную программу «Музыканты жартуют». Слухачоу чекает каскад невычерпного гумора у яскравых музычных жартов и видовичных номеров. У святочной программе у нетрадиционном формате прогучать створы Баха, Штрауса и инших сусветно-вядомых аутеров. Для процовки артисты выкористывают такие нестандартные музычные инструменты, як трасчётки и пилу. Вся точная программа «Музыканты жартуют», обещая стать соправдным подарунком аматорам классичной музыки. Поучаствовать, чтобы зрители могли и на сцене, в том числе вместе с оркестром что-нибудь исполнили, и даже продирижировали оркестром. Если вот так вот возможно, если у нас получится, если кто-то согласится, понимаете, сейчас народ стал пугливый и мы надеемся, что мы поднимем настроение. Прихильника у творчасти сусветно-вядомой спевачки «Мадонны» чекает сюрприз. Сегодня она с офицейным визитом наведая фабрику «Восьмая соковика», продукцией, якой зацекавилась еще в минулом годе, а после выступить с эксклюзивным концертом на плясце «Калякина Театра Мир». А возле «Аматрау Сэлфи» новины не такие добрые. За здымок з'езжая необходимо будет платить гроши. С такой инициативой выступили установы громадского харчавания города Гомеля. Такие неправдопадобные факты сегодня можно будет почуть у каждого информационного выпуска радиостанции «Гомель-ФМ» и «Гомель-Плюс». Жартовные новины дани наповаги одному из самых любимых, хоть и не офицейному святу – Дню смеху. Первого красавика жартами ведущая вырошили разбавить на ватсамую сурьезную рубрику. Гэтая традиция иснуе уже не первый год и набыла великую популярность у слухачоу. Вядома робится гэта выключна, каб разыграть их, ды потешить. Что выкликае у людей смех? Учым секрет популярности клуба веселых и знаходливых? Як у дельники гульни пишут жарты? Об гоморы и не только ведущая областного талибача, не Сергей Краснобород, будя вести размову со старшинёй гомельского клуба веселых и знаходливых Алексеем Чыстовым. У программе «Добрый вечер, Гомель». Глядите сёня у 19.01 на телеканале «Беларусь 4». И об спорте. У четвёртый раз у гомелі собралися аматоры «Алтимат Фрисби». Гэта командная гульня с летающим дыском. У палацы гульнявых видов спорту отбился турнир «Капялюш-2016». У делу им приняли больше, як 70 человек с Беларуси, России и Украины. Задача в «Алтимате» простая. Треба при допомозе пасов доставить диск в зону соперника, за что команда отримливает один балл. Гэта бесконтактный и демократичный вид спорту. Им нема судов. Гульцы сами вызначают и з'является то, ть и иншее деяние порушением. Головное – повага до соперника. Тут керует дух вульни. А тому на умысленные фалы – великая редкость. Гэтым «Алтимат» и притягивает. Помимо того, что ты стараешься спортом заниматься, ты еще учитываешь какие-то вещи, как уважение, знание использования правил, позитивное отношение, самоконтроль. И можно посмотреть, что люди приходят сюда, и вот эти вот ценности у них присутствуют. То есть из-за людей, которых соединяет этот дух игры. Гомельский «Капялюш» проводится в микс-формате «Хэт». Угульцы заявляются индивидуально. Составы команд формуются по выниках жаробьевки. Тому николи не ведаешь, с кем придется играть рука об руку. И в этом так само притягальная особливость «Алтимата». В зависимости от сил игроков формируем примерно равные по силе команды. И они приезжают, знакомятся тут в процессе игры, находят какие-то общие тактики, находятся там сильные, слабые стороны друг у друга и используют их. И поэтому именно на сыгранность, получение удовольствия, получение именно опыта какого-то игрового для новых игроков в новых командах. Для этого существует этот турнир. Максим Савин, Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». И это был опошний сюжет нашего ранешнего выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова